На полках городского архива более чем столетняя история местных СМИ. Первая газета «Ставропольско-Волжское свободное слово» начала издаваться в марте 1917 и выступала в поддержку временного правительства. С установлением советской власти появились газеты «Советское дело», «Ставропольский коммунар. Коммунистический путь». В более позднее время во многих городах страны Советов было свое издание с названием «За коммунизм». Такую газету помнят и в Тольятти. В газете «За коммунизм» я отвечала на вопросы, связанные с общественным питанием, работой правоохранительных органов, бытовым отслуживанием и так далее. То есть вот к тебе приходило письмо, ты берешь это письмо, отправляешься и начинаешь расследовать ситуацию. В итоге человек остается довольным. Газета была той отдушиной, которая помогала решать какие-то возникающие, да, их было много этих проблем, но газета именно решала эти вопросы. В газете был отдел писем, была общественная приемная, то есть структуры, которые помогали реагировать на все возникающие ситуации. Во времена жесткой цензуры журналистам приходилось буквально каждое слово, записанное для радио, и каждую строчку в газете визировать в горлите. Была такая организация. Например, еду я 1 сентября, перенес, залитировал передачу, но боюсь опоздать. Автобуса долго ждать, транспорта своего вообще не было. Я работал в редакции городского радио тогда. А сам бешено в голове у меня пробегают такие мысли. Как же так? У меня три информации, три новости интересных взяли и просто вычтекнули или довольно-таки сократили. Почему? Оказалось, я пишу там, что сегодня, 1 сентября, за парты село столько-то первоклассников в Тольятти. Мне это вычеркивает, почему? Потому что, оказывается, супостаты могут подсчитать, что в таком-то году под ружье Тольятти может поставить столько-то человек. О роли журналистики спорили и продолжают спорить. Чаще всего сами журналисты. Некоторым из них удалось навсегда войти в историю местных СМИ. Так, именем Ольги Березии в 2005 году был назван городской конкурс для журналистов, рассказывающих о культуре. Конкурс проводился в течение нескольких лет. Кто такие журналисты? Это социологи, политики, это художники. Я считаю, что журналист – это тот человек, который по-особому чувствует время, пропускает его через себя и ретранслирует уже в действительность, в тот мир, в котором он живет. Если нет вот этой пульсации особой, значит, человек неправильно живет в своей профессии. Значит, ему нужно что-то поменять в ней. Может быть, ее сменить. И так продолжается от начала до конца. Даже если он уходит на пенсию, он все равно чувствует вот эту пульсацию времени. Было время, когда количество средств массовой информации в Тольятти исчислялось сотнями. Тиражи печатных изданий – сотнями тысяч. 90-е спрос на демократическую прессу и независимый взгляд на событие резко вырос. Первой такой газетой в Тольятти стала Площадь Свободы. Многие первые сотрудники, включая главного редактора Валерия Шемякина, были выходцами из-за коммунизма. Очень сильная журналистка Ольга Васильевна Пасеева, она летала в командировке в Чечню. Она писала в ущерб себе, семье, когда у нее там дети оставались без присмотра. Она писала материалы именно из этой горячей точки. Реальная правда до нас доносила. И из ее материалов мы узнавали о этих тюльпанах с грузом 200. Это страшные вещи, но мы узнавали реальную правду. Современная журналистика стремительно меняется. Социальные медиа делают грань между читателем, зрителем, слушателем и профессиональными авторами все тоньше. Чтобы имена многих не канули в лету, ветераны тольяттинских СМИ собрали воспоминания тех, кому есть что вспомнить. Клич был брошен так. Вот пишите, что хотите, что вам дорого за минувшие 30, 40, 50 лет. И таких людей нашлось много. Все очень искренне говорили, писали. И чувствуется, что воли еще бы больше было. Люди очень подробно рассказывали то, чего мы сами, будучи в одном кругу журналистском, не знали. Ушедших лет отдельные фрагменты. Очерки из столетней истории тольяттинской журналистики, подготовленные ветеранами городских СМИ, приурочены как раз ко дню печати. Разные по стилистике, объему, временному отрезку, эмоциональной окраске, они действительно получились искренними в своих оценках прошлого и настоящего. А что будет завтра, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова